Вопрос приватизации запорожских общежитий сдвинулся с мёртвой точки. На ближайшей сессии Горсовета два общежития изменят свой статус на жилые дома. Это позволит жильцам не только стать полноправными хозяевами своего жилья, но и уменьшить плату за коммунальные услуги. Подробности у Натальи Зайченко. Закон Украины о приватизации жилых комнат в общежитиях принят давно и должен быть реализован до конца 2015 года. Но дорога к этому оказалась тернистой. То методологии нет, то подзаконных актов или времени. Сейчас этот вопрос в Запорожье сдвинулся с мёртвой точки. На ближайшую сессию Горсовета выносится вопрос об изменении статуса двух общежитий по Украинской 2 и Карпенко-Карова 27 на жилые дома. Техническая инвентаризация, говорит руководитель быты, там уже выполнена. А значит, люди, наконец, смогут приватизировать своё жильё. Вот, допустим, человек живёт в комнате в общежитии, он приватизирует жилое помещение в общежитии. А вы все понимаете, не будет жить всё время в общежитии. Затем люди хотят продать это помещение, взять кредит и купить квартиру, но продавать комнату в общежитии и квартиру, ну как бы там и цена, я так думаю, будет разная, и подходы совершенно разные будут. Дело действительно не только в стоимости жилья. Оплачивать коммунальные услуги в своей квартире, как оказалось, дешевле, чем платить за комнату в общежитии. Но есть в Запорожье и проблемные общежития, которые к своей главной цели – приватизации. По всей видимости, придут не скоро. Один из примеров – общежитие по улице Олимпийской. В своё время это общежитие было передано, государственной собственности было передано на баланс Сатурну, то есть частному такому предприятию, которое на сегодняшний день не хочет его передавать на баланс городу, вот, с тем, чтобы люди могли воспользоваться своим правом. Но я так думаю, я уже там как депутат послала запросы, и мы работаем с домовым комитетом этого общежития. Как бы вопрос немножечко сдвинулся с мёртвой точки. Проблемным оказалось и общежитие по улице Черевной в Шевченковском районе. Оно уже переведено в статус жилого дома, однако ещё 7 комнат остаются без реального хозяина. Сейчас проблема в стадии решения. Если же говорить в целом о ситуации на рынке недвижимости, то сегодня, по мнению экспертов, её можно охарактеризовать как временный застой. Это объясняется нестабильной ситуацией в стране и отсутствием платежеспособности населения. Продолжение следует...